Это не двойные стеклопакеты, а это двойные рамы. Единственное решение, как помещение сделать максимально тихим. Есть некоторые нюансы по этой конструкции, потому что в первую очередь она непростая. Здравствуй, я Владимир Кожушко, и в этом видео я хочу поговорить про двойные стеклопакеты. Периодически мне пишут люди и просят, а можете посчитать или расскажите подробнее про двойные стеклопакеты. Когда я начинаю общаться с людьми, то выясняется, что они не про стеклопакеты стандартные говорят, когда просто одно стекло и второе между собой склеено, и это там определенной толщины. 32 мм, 40, 50 и так далее. Нет, они говорят про двойные рамы. Они имеют в виду вот две рамы с определенным промежутком. И сначала одна створка открывается, и потом вторая. Оказывается, что это для некоторых людей актуально. Они где-то прочитали, или им кто-то сказал, или где-то они что-то посмотрели, может быть, даже вот такое видео, как мое, и приняли решение, что им нужны такие рамы. И действительно, на рынке есть такие решения, когда, например, или очень холодно, то есть северный какой-то район, или это очень шумная улица, проспекта, машины и так далее, тогда устанавливается двойная рама. Действительно, обычные две рамы с стандартным стеклопакетом устанавливаются через определенный промежуток, и вот они будут таким барьером от шума или от холода. И некоторым людям это очень-очень важно. Особенно я подмечу, когда у нас шумный проспект. Потому что это единственное решение, как помещение сделать максимально тихим. И, конечно же, северные районы люди туда тоже заказывают. Есть некоторые нюансы по этой конструкции, потому что, в первую очередь, она непростая. То есть это не две одинаковые рамы, которые ставятся на одном уровне. Нет, это рама одна больше, другая меньше. Потому что створка уличной рамы должна пройти через внутреннюю раму, чтобы приоткрыть, помыть или просто открыть для того, чтобы проветрить помещение. И там устанавливаются специальные доборные элементы, которые как раз и уменьшают уличную раму. Если с улицы посмотреть, то, в принципе, не выделяется рама. А вот когда мы смотрим изнутри, то мы видим, что внутренняя рама у нас чуть-чуть больше. Потому что она устанавливается, во-первых, со смещением вовнутрь. И она по габариту чуть больше. А вот та первая рама, которая устанавливается с улицы, она у нас чуть меньше. И еще особенность таких рам, что здесь нужно устанавливать стеклопакет с закаленным стеклом. Для того, чтобы с ним ничего не случилось. Особенно если солнечная сторона, чтобы не было термошока, чтобы стекло или стеклопакет полностью не лопнул, не треснул. И в целом, чтобы с окном ничего не случилось. А так, это вполне нормальная конструкция. Ее можно сделать из любой оконной системы, любого абсолютно бренда. И это окно будет работать именно как шумоизолятор. Или, если нужно, чтобы было максимально теплое помещение. И некоторые клиенты на это обращают внимание. И для них это важно. Наверное, у них есть какой-то внутренний запрос, чтобы помещение было максимально тихим. Может, у них это рабочий кабинет какой-то. Или комната для каких-то там мероприятий. И те шумы, которые могут быть от проспекта, там, где проезжает много машин, как раз это окно ограничит. Ничего не будет поступать внутрь помещения. Вот и все в принципе. Так что, если у вас есть потребность в таком окне, то вы можете на это обратить внимание. Немножко с этим разобраться. И, как говорится, найти исполнителя, который может выполнить такую задачу. И это не двойные стеклопакеты, а это двойные рамы. Вот и все. Надеюсь, что это видео вам было полезно. Благодарю за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok